Этот заброшенный объект просуществовал всего пару лет после своего открытия. В 2009 на строительство и дальнейшее развитие тепличного комплекса в Шумкенте государство выделило предпринимателям ни много ни мало – 300 миллионов тенге. Сегодня объект, выставленный на продажу, похоже, никого особо не интересует. Хозяева в Астане, я охранник, не знаю, что там и как. Но сейчас теплицу продают, только никто брать не хочет. Просит очень много – 300 миллионов тенге. Зато судьбой объекта рьяно интересуются кредиторы. Одному из охранных агентств владельцы тепличного комплекса задолжали более 2 миллионов тенге. Заключив договор с агентством на пару месяцев, владельцы комплекса забыли об оплате на долгих 7 месяцев. Спустя время его покинули и охранники. Частный предприниматель Ихтиара Абдрасилов трудится на соседней теплице. Мужчина на помощь от государства даже не рассчитывает. Говорит, что ее дают избирательно. Предприниматель, не получающий никаких субсидий, делится с журналистами. Мол, сердце обливается, когда смотришь на заброшенные теплицы неподалеку. Если бы нам из тех 300 миллионов хотя бы один выделили, сколько всего можно сделать на эти деньги? Получается, что бездарно разбазарили бюджетные деньги. Зачем надо было такую крупную сумму одному хозяйству выделять? Согласен с Ихтиаром и его сосед. Мужчина с горечью говорит, сегодня дихка не предоставлены сами себе. И проблемы тех, кто кормит горожан, на самом деле никого особо не волнуют. Никакой помощи ни от кого. Мы работаем с утра до ночи и так кормим свои семьи. Если бы хотя бы на селитру деньги выделялись, торфяную пленку мы уж и так сами закупаем. Заброшенные теплицы лишний раз напоминают, к чему может привести бесконтрольное выделение средств. И как тут не вспомнить незабвенного профессора Преображенского, давшего четкое определение тому, откуда берется любой кризис.